С 1 августа работающие пенсионеры получат надбавку к пенсии. Ежемесячные выплаты будут пересчитаны. Цифра строго индивидуальна и зависит от накопленных пенсионных баллов. Надбавка за один такой балл составит 123 рубля 77 копеек, а их максимальная сумма ограничена тремя баллами в год. Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С сегодняшнего дня в оборот вводят цифровой рубль. Теперь у российской валюты будет три формы – наличная, безналичная и цифровая. Выпускать ее будут в виде кода, а хранить в электронных кошельках. Обналичить такую валюту нельзя, но ей можно расплачиваться в магазинах и совершать денежные переводы. Несмотря на широкую огласку, о новой форме национальной валюты пока еще знают мало. Ожидается, что общедоступным цифровой рубль станет не раньше 2025 года. Мне вообще привычнее. Вот карта, деньги, наличные и все. Я, может, где-то упустила этот момент, но я далека от этого совсем. Ну, я думаю, что она не скоро дойдет. Люди, как сказать-то правильнее, будут не доверять этому изначально в первое время. Ну, я думаю, что это какая-то очередная разводка, так же, как с этими биткоинами и все такое. То есть недоверие испытываете? Конечно, конечно. Технологии развиваются, поэтому почему бы и нет. Конечно, в России сложно к чему-то привыкать, к новому. Ну, я думаю, к этому привыкнем. Привыкли же вот в автобусах по картам рассчитываться. Я думаю, здесь привыкнем. Конец лета может ознаменоваться удорожанием автомобилей. Причина тому – утилизационный сбор навозимой в страну машины, который с 1 августа повысится в несколько раз. Индексация пошлины затронет легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Так, в случае легковых авто речь идет о повышении ставки в среднем в 1,7 раза и выше. Впрочем, изменения больше касаются тех, кто вводит в страну автомобили для дальнейшей перепродажи. Те же, кто пригоняет авто для себя, продолжат уплачивать утилизационный сбор по льготному тарифу. Иностранцам будет проще получить визу. С 1 числа документ, требующийся для пребывания в стране, можно получить онлайн. Сделать это можно не позднее, чем за 4 дня до въезда на территорию России. Такая виза действует 60 суток, но находиться в стране можно не больше 16 дней. Электронные визы будут доступны гражданам 52 государств.